Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! У нас продолжается ферма и, наверное, заканчивается вот это самое прохождение. Решили мы в прошлый раз? Или я решил, а вы поддержали или не поддержали? Кто-то ничего не сказал? Неважно. В общем, мы продаем все, что у нас есть на этом прохождении и куда-нибудь переезжаем. Но я еще не решил, куда, поэтому пишите в комментариях какую-нибудь карту, где можно поиграть будет и сделать там что-нибудь веселое. А мы, в общем-то, будем развлекаться тогда на этой, заканчивать. И что нам надо сделать? Нам нужно, друзья, продать все вот эти вот тюки силоса, а также у нас есть дохренища... Теплица, кстати, остановлена, да? Ну и ладно. У нас есть дохренища еще салата. Ладно, не очень. Дохренища 174 куба на сегодняшний день накопилось. Но я там немножко подзабил на теплице. А также, кстати, у нас производится хлеб. Мука у нас уже вся произвелась, весь овес произвелся, скажем так. Он весь перекинулся. Точнее, мука вся перекинулась на хлебокомбинат, который работает крайне медленно. Поэтому, скорее всего, прежде чем продавать этот самый хлебушек, придется промотать очень дохренища времени. Ну ладно, ничего страшного. Начнем, друзья, мы с этих самых тюков силоса. Их тут знаете сколько? Разрезать тюк. Можно разрезать тюк по дефолту. И это просто тюк силоса. Ничем не отличается от обычного неразрезанного тюка. Ладно. Смотрим, во-первых, силос. Силос, силос, силос у нас на рынке скота. Он по 368 евро торгуется. Неплохой ценник. Вопрос, где у нас находится этот самый рынок скота? Находится он, кстати, не так далеко. И это меня радует несказанно. Я не скачивал никакие прицепы с автопогрузкой. И просто мне лень было. И, возможно, я об этом, конечно, пожалею. Прицеп, который у нас вот этот. Он, походу, тюк эти не грузит. Может быть, его тоже надо было обновить. Может быть, что-то я не так делаю. Но, короче, у меня ничего не получилось. Поэтому мы берем в аренду вот этот самый Андерсон. Который был в 19-й ферме в дополнении Андерсон. Платим 2500. За час я вряд ли справлюсь. Поэтому там еще чуть-чуть денег снимут. И, короче, погнали кататься. Подцепляем наш супер-классный прицепчик. Вообще, он мне нравился. Прицеп, на самом деле, он такой из дефолтных самотон. И погнали, в общем-то, собирать тюки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И эти тюки мы привозим прямо на точку продажи. Сейчас мы их здесь выгрузим. И нам упадет немножечко денежков. 25 тысяч примерно должно упасть здесь. Может быть, чуть больше. 12, 4, это 16, еще 4, 20, 24, нормально. 32 тысячи упало. Хорошо. В общем-то, друзья, мне 8 раз, насколько, если я правильно посчитал, нужно съездить. Поэтому, ну, вы понимаете, да? И, друзья, последние тюки мы с вами выгружаем. Бздынь. И еще 13 тысяч мы получаем. Трактор, в принципе, можно заглушить. Здесь он нам пока что не нужен этот. А, я в прошлой серии здесь все отодвинул. Поэтому, понятно, здесь делать вообще нечего. Давайте тогда посмотрим цену на салатик. Его тоже надо продать. На самом деле, его возить мне впадло. И сейчас ценник довольно-таки хороший. 1917, если продать его по автопродаже. Меня это вполне устраивает. Поэтому мы лезем в меню. И не на хранение его, а на продажу. Соответственно, то, что у нас на складе сейчас само продастся. Наверное, только время мотнуть надо. И в 10 утра сейчас. Бздынь. И у нас на балансе уже 594 тысячи. Меня это вполне устраивает. Единственное, у нас еще салатик остался стоять около склада. Поэтому мы его сейчас тоже отвезем, продадим. Там один прицеп будет. Возьмем вот этот трактор. Подъезжаем к нашему складу. И автопогрузкой все это дело грузимое. Но ни хрена не грузится, потому что я что-то сломал, да? А вот теперь пошло. Эти самые жидкие палеты у меня, короче, стояли. Они вот такие. По крайней мере, так было написано. 8 тысяч литров тут всего. Что-то как-то не сильно много. Ну ладно, поехали, это дело тоже продадим. Хотя не знаю, стоит оно того или нет. Вообще, кстати, есть идея. Мы сейчас это все дело выгрузим в склад. И оно, прежде чем выгружаться сюда, сразу продастся. Как вам, а? Автоматически. Во, мы вот так вот делаем. Ты ж не будешь здесь спауниться, правильно? Надеюсь, что не будет. Ну, пока что не спауниться. Давайте еще тогда мотнем время еще часик. Если нам сейчас прибавится 16 тысяч, значит все хорошо. Пздынь. Нам прибавилось 16 тысяч. Отлично. Далее, друзья, нам остается, по сути дела, промотать кучу времени, продать хлеб. Но прежде чем это все делать, мы продадим еще все наше то, что вот здесь мы на покупали. Кстати, у нас еще солома есть. Но солому я продавать не буду. Она очень мало стоит. У нас ее 250 кубов, и она всего по 84 евро за куб. Оно того определенно не стоит. Так вот, друзья. Надо продать всю технику. Надо продать то, что мы здесь поставили сами. Вот эти вот все пополнялки. Вот это я новым хозяевам оставлю вот эту вот штуку, все. Теплицы и участки, которые мы приобрели. То, что нам дали по дефолту, то есть фермерский дом. Хотя, блин, на самом деле, наверное, продадим все. Да, друзья, продадим все, потому что я так решил. 46 тысяч за элеватор. За силосную яму 9 тысяч получаем. Склад 6 тысяч нам всего лишь приносит. Теплички по 4, но мы не намного больше платили, чтобы их поставить. Домик будет самым дорогим. Это прям точно 139 тысяч. Йохо-хо. Пополнялки вот эти вот, а? Это что, не сносятся, что ли? Серьезно? Не сносишься? Ладно. Водонапорную башню сносим. И вот этот вот суперский гараж. 3 тысячи мы тоже за него платим. А, и сено-склад. О, будут проданы следующие виды культур. Солома. Вообще отлично. Ясно. Это все дело у нас продано. Тут остались лежать камни, но пускай лежат. Здесь у нас значок помощи, который что-то нам хочет сказать, но нам это не интересно. Я на самом деле скачал уже другие вот эти пополнялки от того автора, которые, в общем-то, переконверсированы, которые были из 15, из 17, из 19 ферм, которыми я всегда пользовался. В следующих прохождений будем ставить их. Ну и, друзья, еще технику надо продать. На самом деле, в магазин все смысл везти не имеет. Отвезем туда только самое дорогое, а именно комбайн, трактора и, может быть, вот этот большой прицеп. А так нет смысла. Значит, с Вальтеру, друзья, мы пригоняем на хлебзавод. С помощью нее и этого прицепа будем продавать наши булочки, хлебушек. Несмотря на то, что они тут уже целые полгода на улице стоят, ничего страшного, продадим и все с ними будет нормально. А сами, друзья, переносимся в магазин и продаем, во-первых, комбайн. Перекрасить его стоит 25 тысяч. Кошмар. Но мы этого делать не будем, мы его просто тупо продаем и жатку от него продаем. Также я сюда пригнал, чтобы чуть-чуть подороже продать два наших других трактора и два больших прицепа. Это, видимо, самое дорогое, что у нас есть. Все остальное, скажем так, и так дешево будет. Прицеп за 9 тысяч продаем, хотя мы его за 46, по-моему, купили. Трактор за 34 у нас уходит и противовес просто за компанию. Ну и другой трактор и прицеп, который мы не так давно купили. Так что прицеп еще, может быть, каких-то денег будет стоить. Противовес за компанию. Трактор 31 тысяч и прицеп 37. Да, каких-то денег он еще стоит. Остальное, друзья, продаем все через меню. Прицепчик за 5 тысяч мелкий, камнеуборщик за 14, кстати, камнеуборщик можно было бы приторабатывать. Чизель наш, который отпахал. Сколько он отпахал, кстати? 9 часов. 9,5 часов. Спасибо тебе, друг. Вот не посмотрела, сколько комбайн у нас отработал. Сейлка 12 часов отпахала. Разбрызгители удобрений, 6 часов контракта как раз поделал. Полоника мы не так много пользовались. Тюкопогрузчик мы оставляем. Цистерну для животных мы продаем. Прицеп для жатки мы продаем. Также у нас в аренде есть тюкопогрузчик. Во. Пара вот этих вот штук у нас осталось, поддонов, но хрен на них. В итоге у нас есть миллион 111 тысяч. И сейчас, друзья, мы просто мотаем много времени, пока нельзя будет продать. Черт, а мы дом продали и там триггер снаббл. Ха. Ладно, в любом случае я мотаю время как-нибудь. Потом собираю прицеп хлеба и мы его продаем. Значит, друзья, прошел практически год. У нас декабрь месяц на дворе. За это время, за год, у нас переработалось что-то около половины. Сейчас я споймал самую высокую цену на хлебушек, поэтому мы поедем продадим. Но мы не насобирали за год даже прицеп. Даже не за год, там получается больше, чем за год. Ну ладно, поехали, продадим вот это дело и будем спать дальше. А знаете, что самое интересное? Что все это ради каких-то ста тысяч. То есть, это прям, видимо, того вообще не стоит. Ну ладно, сейчас посмотрим. Это я, может, неправильно посчитал, может тут не сто тысяч, а сто миллионов будет. Ладно, конечно же, я шучу, сто миллионов здесь не будет, но хлеб это удовольствие дорогое. Бздынь, продаем, продаем и получаем на выходе все-таки сто тысяч, как я и сказал. Сто десять. Вот классно. За год, даже больше, чем за год. А что у нас тут? Не продался литр, все нормально, продался. Короче, друзья, я перерабатываю еще все остальное. Перевожу сюда, мы это продаем и пока что мы спим. Но уже год вот прошел, я просто пришлось промотать год целый, чтобы прицеп хлеба продать. Ужас. Так, друзья, у нас прошел еще один год и наконец-таки производство нашего хлебушка закончено. И сейчас я вот пытаюсь словить опять-таки высокую цену. Производство, кстати, можно, я так понимаю, выключить. Нет материалов, наконец-то, аллилуйя. Хотя, кстати говоря, можно было это дело даже не вести, потому что одна точка продажи и ценник с нее будет. Ну ладно, грузим остатки. На прицеп тут даже полприцепа не насобиралось. Вот это уже реально то, что за год получилось. 350 уже ценник. Около 3300 должен быть. Хотя, с другой стороны, нахрена я вообще это делаю? Это реально копейки. Мы везем всего 23 куба на продажу. Единственное, только у нас тут осталось 867 литров, мы сменим режим вывода на продажу. Оно само продастся с наступлением нового часа. А еще, кстати, забыл сказать, что у нас висел кредит 80 тысяч, и я его верну. Перед той продажей, которая у нас была. Если вдруг кто следит за балансом и обнаружил пропажу немножко денег, то кредит, короче, я вернул. В общем-то, продаем это добро, оставшееся, по-быстренькому. 67 тысяч получаем, и еще два поддончика у нас здесь лежит. Еще 6000. Также у нас еще копейка прилетит с новым часом, и вот она прилетела. Поэтому мы лезем в магазин, продаем нашу вальтру за 30 тысяч, и продаем вот этот вот прицеп за 16 тысяч. Также, кстати, чтобы мотать время, я купил себе вот такую вот будку за 20 тысяч это типа коттедж, это дефолтная штука в игре. Поэтому ее мы тоже продаем, она 20 тысяч стоила, за 9 продаем. Вот так вот это работает, хотя она 2 года здесь простояла. Ну и остается нам только продать лишь участки. 276 тысяч мы продаем, самое большое поле. Кстати, сколько оно стоило? А, ну стоимость, короче, не меняется. Можно купить, продать, понятно все. 80 тысяч за 40-ое поле, 140 тысяч за 41-ое, 148 тысяч за 38-ое и базу, но возможно он нам скажет пошел нахер. Да, там стоят статичные объекты, которые невозможно продать. Ничего страшного. 146 тысяч за 42-ое поле и 39 тысяч за, точнее 39-ое поле, 112 тысяч мы получаем. Итого у нас на балансе 2 миллиона 10 тысяч, и в общем-то я думаю, что следующую карьеру, а, да, еще есть у нас вот участок, на котором вот это вот все дело стоит и мы не можем его продать. Правда, еще керхер где-то должен стоять, но сейчас я его хрен найду ночью. Короче говоря, что я хотел вам сказать, прибавляем еще 140 тысяч, получаем 2 миллиона 150 тысяч денег. Именно с этим балансом на максимальной сложности мы начнем с вами следующую карьеру. У нас там не будет ни участка, ни техники, ничего, именно вот с этого вот мы стартанем первый участок, первая начальная техника. Единственное, я не могу сказать, когда это дело начнется и что будет за карта. Поэтому по поводу карты еще раз говорю, напишите в комментариях какую-нибудь нормальную карту, я не могу найти ничего путного. Может кто-нибудь что-нибудь видел хорошее. Я уже, я их пересмотрел довольно много. Вот. Ну, в общем-то, сценарий на следующий, скажем так, игровой сезон у нас понятен. На этом, в общем-то, эта карьера у нас подходит к концу. Всем огромнейшее спасибо, кто это все дело смотрел, поддерживал, лайкал, комментарии писал. Спонсором вообще пятюня. Не забудьте в честь завершения поставить тоже лайкусик и написать тоже какой-нибудь комментарий, как обычно. И на этом, в общем-то, у меня все. С вами был Никита Зилэй. Всем пока-ки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова